Мур, привет друзья, с вами Зверько. Я долго открещивался от подобных видео, но похоже не получится игнорировать общественность. Люди хотят знать, кто сейчас в топе и вообще актуален. Вы часто можете увидеть комментарии от игроков, мнящих себя экспертами. Такой посыл. Игра вообще не сбалансировано, имбы тут выпускают, потом нерфят, играть невозможно, ухожу куда-нибудь. Притом, такие изречения можно встретить в отношении любой игры. Потому что баланс вот для таких личностей заключается в том, что они должны побеждать и точка. А не получается, значит нет баланса. Что такое баланс? Это критерий справедливости, внесенный в игру так, как его видят разработчики. Если перенести на наш ML, вы всегда можете выбрать героя, которым принесете пользу и соответственно победу. Всегда есть кто-то, кто контрит опасного персонажа, но всегда встает вопрос ребром, а умеете ли вы играть этим контрпиком? Так появляется мета. Это набор героев, наиболее успешных в нынешнем положении дел. Вот о мете я и буду рассказывать, отталкиваясь от статистики по всем серверам и личному опыту. Кстати, также не будет понятия, вот это топ-1, а это топ-5. Кроме того, всегда помните, что мета меняется довольно быстро в нашей игре. Итак, встречайте, топ-5 убийц. Почему убийцы? Потому что за этот класс проголосовало больше подписчиков в сообществе канала. Наталья имеет достаточную популярность и процент побед. Даже реворд не смог сломить ее. Все дело в гибкости применения. Профильная Наталья не прощает соло пушеров, которые далеко оторвались от команды. Способна соло быстро забрать лорда или черепаху, ее практически никогда не видно на карте. В массовом бою может быстро убить самого опасного дамагера, а в случае давления противника может грамотно спушить как башни, так и трон. Опять же, очень требовательно к игроку по оценке ситуации. Что делать? Убивать, помогать в файте или пушить? Ошибка может стоить выигрыша. Гассен. Не так давно его банили, поскольку это очень подвижный убийца. У него практически отсутствует момент, когда все навыки в кд и он беспомощен. Благодаря ульте с ее перезарядкой способностей и быстрому кд в принципе, Гассен способен быстро перемещаться по полю боя, уничтожая цели как соло на линии, так и в массовом бою. Феноменальные трюки с прыжками заставляют нервничать противника, но и требовательны к навыкам самого Гассена. Если вы поймали стан на нем, скорее всего вам конец. Хелкарт. Проклятие магов-прокастеров и персонажей с ориентацией на скиллы. Да, сократили время молчанки, но не отобрали скорость. С помощью ульты можно как прикрывать союзников, так и скрываться при пуше, либо убивать. Более того, если вы применили ульту, а в скором времени погиб противник, вы получаете золото. Также Хелкарт быстро фармит лес, а под Ангелой вообще машина для убийств. Даже если у вашей команды все печально, он может пропушивать линии, а в случае опасности уходить под ультой с ускорением. Но главная его задача – быстрое уничтожение магов и прочих сквишей. Фанни. Убийца. Самый требовательный к навыкам. Опять же и самый сложный для поимки, если не взять контрпик в виде стопроцентного контроля. Не важно где противник, как он прячется, бежит ли, ныкается под башней, Фанни способна догнать и убить соло цель. Или задолбать спамом о стену всю вражескую пати. Кстати, о ее механике. Если ограничить Фанни в спаме о стену, она останется прекрасным подвижным убийцей, но не будет вырубать всю пати. Что можно сказать о Фанни в принципе? Летать сложно, побеждать легко. Главное, не затягивайте бой. А о том, как летать, есть гайды на моем канале. Сабер. Убийца-агрессор, требовательный к тактике. Хорош как в убийстве соло целей, так и в групповом бою. Есть контроль над противником с помощью ульты. Массовый урон с помощью первой способности. Поскольку обладает диким расстоянием для прыжка вторым навыком, плюс прыжок ульты, может за секунду выключить из боя самого опасного персонажа. Если сделать все быстро и неожиданно, противник просто не сможет сориентироваться. Жаль, если вы в тактике не очень, то после каждой ульты будете умирать. Итак, это топ-5 убийц, которые выходят вперед по проценту побед на всех серверах в высоком рейтинге. Гайды на них есть на канале, на кого-то даже свежие. Чтобы голосовать за следующий топ, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями и помните, лучше лапки, чем клешни.